Реоновости. Подкасты. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок – это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, журналист мамы 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. Некоторые ответы, слава богу, у меня уже появились, но и вопросов насыпалось за это время еще больше. Сегодня мы будем говорить на тему игр, потому что игра – это важная составляющая жизни каждого ребенка. И даже сейчас, когда мне 27 лет, я с удовольствием вспоминаю те игры, именно сюжетно-ролевые, в которые я играла в детстве со своей сестрой, со своей подругой. Как мы делали башню из подушек, как мы устраивали бар в зале, в квартире. И много разных всяких игр – это классные воспоминания. Нормально вы играли в бар? Нормально. Ни в школу там, ни в доктора, как все нормальные советские дети. У меня был еще магазин по продаже запчастей. Он назывался «Запчастевый магазин». У вас с Мишей тоже наверняка есть какие-то классные игры, в которые вы любите вместе играть. Знаешь, мы долгое время играли в динозавров, пока я не поняла, что у меня началась аллергия. Помню-помню, весь прошлый год вы играли в динозавров. Примерно с года он стал интересоваться динозаврами, и почти до школы у него это была вообще ключевая тема в его жизни. У нас все книги были про динозавров. Мы были в Палеонтологическом музее 500 раз, и играли мы, конечно, тоже в динозавров. А потом я ему стала говорить, Миша, ты уже такой взрослый мальчик, ты должен играть с другими детьми, так вот отодвигать в сторону других детей. Во что играть нужно с детьми? Вообще, почему это важно? Почему родителям все время говорят, а, да играть, игра – это важная деятельность жизни ребенка. Мы сейчас спросим у психолога, игрового терапевта, отца трех детей, Александра Покрышкина. Саша, привет! Во что ты с этими тремя играешь, скажем? Они все разного возраста, и с Ташем уже 14, и мы с ним в основном играем в какие-то электронные игры. Младшим нет еще трех, да, мы играем в гаджеты. Но что я хочу сказать, что когда мы говорим вот этот вопрос, во что нужно играть, мне хочется начать с него, потому что это то, что, мне кажется, делает этот процесс для многих родителей непростым занятием. Ну вот, да, сегодня в каком-то поле информационном, в котором мы находимся, да, мы легко найдем информацию про то, что играть нужно, и что это очень полезно для детей, и что это такая вот у них важная потребность этого возраста до семи лет, это прямо такая ведущая деятельность, это очень-очень важно. Но мы практически, ну, очень мало найдем, да, информации про то, что делать, если ты не очень любишь, да, как бы вне контекста о том, что это какие-то твои сложности, и ты должен поскорее научиться, да. И вот эта тема про то, что, ну, только ленивый родитель какой-то странный или человек, у которого есть какие-то трудности, не любит играть с собственным ребенком, да, она такая очень, ну, токсичная и для специалистов, которые разделяют эту идею, разумеется, но и для родителей, в первую очередь. Поэтому хочется вот это, да, здесь на этом сделать. Вот мы должны играть. Главное правило, что нет правил. Главное правило в том, что в игру играют двое. Игра, вообще-то, ее определение там, у них их миллион, но общее, да, что есть, это то, что игра всегда просто так, и она всегда в удовольствие тем, кто в нее играет. Если мы играем с ребенком, ну, мы в этом смысле полноправный участник процесса, да, или, ну, по крайней мере, человек, который имеет право на какое-то удовольствие. Конечно, это не то же самое, что как мы сами бы играли, но иметь это в виду, да, и, например, не относиться слишком строго к моментам, когда нам скучно, неинтересно, хочется поиграть во что-то другое, мы устали или у нас есть какие-то еще дела, но это очень, мне кажется, такой важный шаг, да. То есть ты выписал только что с отисфантливой родителям, что если они не хотят играть, то пусть не играют. Разумеется, потому что вообще-то, конечно, понимаете, язык, игра – язык детства, да, вот это то, что, да, то, как они понимают опыт, то, как они общаются и живут, это суперважно для них, и все вот это. Но если сейчас не получается, то, ну, мы можем по-другому с ними общаться. Мы можем, например, рисовать или ходить по бордюру вместе, рассказывать какие-то друг другу истории смешные. Ну, то есть мы можем много делать всего, чтобы у ребенка была возможность почувствовать наше присутствие, развить какие-то, да, почувствовать наше доброжелательное, внимательно-чуткое отношение, да, и необязательно это делать именно таким образом, да. Мы очень, да, спокойно относимся к тому, что, например, наш ребенок очень любит, я не знаю, Moom Dems или Kinder Surprise, а мы не любим, но и мы не можем разделить эту радость с ним, мы любим какие-то другие десерты, да, но вот с игрой так не получается, да, мы как будто должны, но мы не должны. То есть вот в этих ситуациях, когда ребенок просит родителя, «Мам, мам, ну давай поиграем», «Ну ладно, давай поиграем», лучше вместо этого ответа просто предложить сделать что-то другое, или, может быть, предложить игру, в которую ты любил сам играть в детстве. Или найти какой-то баланс между тем, что хочет ребенок сейчас и что может вам помочь. Если я не люблю, например, играть в машинки, но я могу задать вопрос... Но я люблю в Майнкрафт. Да, но, может быть, ребенок хочет машинки и не любит Майнкрафт. Еще есть промежуточный вариант. Пойдем, мы помыем посуду, я подсказываю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Перед тем, как чем-то еще заняться... Под музыку. Да-да-да-да-да. Мама будет рада. Мы можем попробовать сделать что-то, да, задать себе вопрос. Что может для меня сделать эту игру интереснее? Как я могу встроиться? Что важно ребенку сейчас? Почему он в это играет? В чем прикол? Ну, куда они едут? Эти машинки никуда. Интересно, они подвезут кого-нибудь, если появится какой-нибудь динозавр или человечек, который заблудился? Они подвезут его, а им нужен гараж? Ну, то есть, можем ли мы сделать эту игру интереснее для нас и для ребенка одновременно? Ну, мы можем уставать, это не значит, что мы не можем попробовать найти какой-то, да, баланс здесь. Вот. Поэтому это, конечно, тоже опция. Ну, искать, да, что-то интересное в том, что происходит сейчас. Слушай, мы с тобой на прошлой встрече разговаривали про то, как разговаривать с детьми, что надо учитывать особенности их возраста, что разговор с Тоддером – это не разговор с дошкольником, и тем более со школьником или подростком, а с игрой. Тоже здесь родитель должен понимать, как бы, какие особенности возраста, какие запросы на какую игру? Должен ли родитель понимать, во что играть с ребенком в зависимости от его возраста? Ну, здесь нет правил, во что любит человек играть. Это главный вопрос. Что приносит удовольствие ребенку? Ну, не знаю, смотря, например, там говорят, вот, детсадовский возраст, это самое важное, это свободная игра, свободная игра. А он вега собирает, никакой у тебя свободной игры не хочет он вообще ни в каких этих вот поскакали там или динозавры, или поехали машинки, ничего он такого не хочет. Надо сказать, что он не должен. Это вопрос, насколько он здесь. Для того, чтобы начать беспокоиться, нужно понять, насколько он может отойти от схемы, насколько он может придумать что-то сам. Там, как он играет потом с этим лего, играет ли он с этим лего, когда он, есть ли у него какой-то воображаемый здесь символический план, когда он что-то строит, разговаривает ли он по ходу дела с деталями, говорит, так, где же моя крыша, да, эй, крыша, ты где? И это уже вообще-то похоже на сюжетно-ролевую игру, или, да, он говорит, так, ты будешь здесь вести... Ну, то есть это может иметь разные формы, да, вот этапы развития, которые ребенок проходит, да, и сюжетно-ролевая игра неминуемый, такой важный момент здесь, может иметь разные формы, не только вот изображение, да, вот не только такой, ну, классический вариант, да, но еще это может быть по-другому. Важно, что он делает. Это у него есть символический план, и он может придумать какой-то сюжет, да, или он может, наоборот, уже пройти эту стадию и, да, в свернутом виде иметь эти сюжеты. И, в общем, это не повод обязательно беспокоиться. Если вы беспокоитесь, можно обратиться к специалисту и разобраться. Но это, если вы просто видите, что это не подходит под описание классической игры, ребенок любит лего, а не придумывает историю. Ну, это не обязательно означает, что есть повод беспокоиться, и что вам не нужно поддерживать эту игру, а есть какая-то другая, более полезная игра для него. В любом случае, полезная игра – это та, которая ему нравится. Только это делает ее игрой, только это делает ее полезной. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. А если родитель вот прям совсем не может играть? Вот совсем прям, например, у него уже пятеро детей, и с шестым он не может играть от слова «совсем». Все. Он не должен. Но нужно ли тогда как бы организовать для ребенка эту среду? Вот я не могу, но смотри, у нас есть классная няня, которая умеет. Я не могу, но вот смотри, я пригласила наших друзей, у них там пятеро детей, вот они играют с тобой. Конечно, да. Если задача у взрослого «не могу сам, но могу тебе организовать», и будет ли это окей тогда для ребенка? Да, конечно, потому что наши отношения – это не только про игру. Смотря на то, что для ребенка так важно. Это еще про то, поем ли мы вместе песни, проводим ли мы вместе время, да, и что мы делаем в это время. Вот это важно. То есть если это сейчас нам недоступна игра, это не значит, что безвыходная ситуация, и вот есть еще варианты, как это можно сделать. Можно вспомнить наше детство, 90-е, когда мы просто играли с друзьями во дворе или просто ходили друг к другу в гости, и сами собой как-то там на откуп кому-то нас отдавали, и мы там с подругой ковырялись, что-то делали. И взрослые вообще не были включены в эту игру, потому что мы сами занимались чем-то, какими-то своими детскими важными делами. Да, да, да. Ну вот, собственно, ключевым здесь является то, какой человек рядом с ребенком, да, в каком настроении мы находимся, как мы, когда мы рядом с ним. Когда мы говорим про игру и про родителей, о чем речь, да, что это, во-первых, помогает ребенку, да, развиваться, придумывать сюжет, развивать его мышление, но это можно делать еще и с другими людьми вообще, это, конечно. И второе – это точка контакта. Ребенок играет в то, что ему важно. Если я рядом, у него есть ощущение, что я здесь включен, и мне интересно, я о нем забочусь. Да, это поддерживает его, это делает его более устойчивым к разным жизненным ситуациям, это развивает наши отношения и укрепляет их. Но если именно это сейчас недоступно, у нас есть и другие варианты сделать, да, что-то для укрепления наших отношений. Поэтому здесь очень важно вот это качество, то, как это, да, если мы будем вместе мыть посуду, ну, это будет прикольно всем. Мы можем мыть посуду, но при этом чувствовать, что мы делаем это вместе, и нам нравится это. И это будет гораздо лучше, чем какое-то шаблонное прододакивание, да, когда там что-то машинка куда-то поехала, или там заболел енот. Да, но сейчас мы живем в таком мире, где куча разных игр, куча возможностей, можно купить одну игрушку, можно придумать какую-то собственную игру. Вот как из этого всего множества понять, что подходит именно твоему ребенку, что ему интереснее всего? Мне кажется, тоже здесь есть такой вот стереотип. Давайте я интересный факт приведу. Вот в начале десятых годов был такой скандал с пресс-службой Сбербанка, когда сотрудница в Твиттере написала шутку про пенсионеров, когда там можно написать, достаточно написать мелом на стене Сбербанка, и рядом выстроится очередь из 30 пенсионерок. Конечно, это было возмутительно, потому что это стереотип про женщин старшего возраста. Но мне кажется, есть такой же стереотип. Я уверен, что в Твиттере может быть похожая шутка про детей. Достаточно выйти во двор, крикнуть «давай играть», и сразу приведут пятилетки. Конечно, не... Возмутительно. Да, потому что вообще-то есть такая идея, что... Ну, то есть, есть идея, что родители всегда должны хотеть играть, да, и есть такая идея, что дети всегда прям обожают во всё на свете, да, но на самом деле у них есть свои интересы, у них иногда нет настроения играть во что-то. Ну, то есть, это тоже очень по-разному. Да, конечно, когда есть такой очень понятный, да, вариант, когда мы покупаем много, и человек не фокусируется на чём-то. И, конечно, вот это важно регулировать. Количество игрушек, которые у нас есть в доступе, которые есть у ребёнка, да, здорово, если их там, ну, не очень много. Сложно сказать в цифрах, да, сколько это. Но это вот большое их количество, оно, конечно, размывает игру и не позволяет ребёнку подключать фантазию, когда у меня есть там 20 машинок. Лучшая игра палка, как мы тоже уже... Да, 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 это она, да. Вот ты смеёшься, но, между прочим, всё обилие выбора, но у нас стоит перед квартирой огромное ведро с разнообразными палками, причём он их везёт отовсюду, тащит отовсюду и не хочет ни с одной из них расстаться. Вот ключевой вопрос здесь, как будоражит ребёнка, какие у него эмоции возникают от этого, насколько ему будет это интересно. Вот это то, чтобы обратить внимание. Конечно, бывают моменты, когда нам нужно что-то человеку помочь что-то развить, например, мелкую моторику. Вот мы ищем какие-то штуки, придумываем игры. Безусловно, мы можем на это влиять, познакомить его, с чем-то там краски купить, например. Когда, ну вот, это не игрушка, но это вещь, которую мы однажды купим. То есть, конечно, мы не только за его интересом непосредственно сейчас следуем, да, ещё и держим в голове какие-то долгосрочные его интересы. Но в целом, когда речь идёт про игры, то, конечно, в первую очередь нам важно понять, насколько этому будет интересно. Загорится ли у него глаз? То есть, вот за этим наблюдать, загорается ли глаз или нет. Да, да, да. И мне кажется, ещё такой важный вопрос, что родители часто, по крайней мере сейчас, в последние годы, обсуждают тему агрессивности игр. Мы-то в своём детстве и лупили друг друга, и бегали в догонялки, и там у нас были и пистолеты такие стальные. А сейчас как-то всё чаще обсуждают и говорят про то, что как-то, наверное, неправильно это, когда дети друг друга стреляют, убивают, умирают в играх. Ну, если мы говорим про какие-то вот такие подвижные игры. Конечно, есть вопрос безопасности. И, конечно, это, безусловно, важно. То, что насколько то, во что играет ребёнок, безопасно для него, для окружающих. И это важный параметр, который приходится нам отслеживать. Но исследования показывают, что, конечно, сейчас нет доказанной связи с тем, что ребёнок, который играет, например, в агрессивные игры, становится потом более агрессивным впоследствии. Скорее наоборот. Часто агрессивные дети, да, они играют в агрессивные игры и любят их. Но это в обратную сторону связано. Не значит, что каждый ребёнок, который играет в агрессивную игру, обязательно потом кого-то в реальной жизни побьёт, условно говоря. Поэтому, более того, это такая игра символическая, когда мы никого не убиваем на самом деле, а изображаем этот опыт. В этом есть не только агрессивная тема, которая на первом дне, не только желание навредить кому-то, а ещё это возможность, например, что-то изменить. Был такой замечательный американский радиоведущий Фред Роджерс и педагог, да, который говорил о том, что когда ты пятилетний мальчик, не очень много вещей, которое может повлиять, но и грушный пистолет очень многое меняет в этом. Вот это, да, что когда я сражаюсь за пиратов, когда я сражаюсь там с капитаном Крюком, как Питер Пен, я не только отреагирую какой-то свой гнев, что на поверхности, ну, мы не можем это отрицать. Ну, конечно, да, в этом тоже это есть. Раздражение, гнев, агрессия, да, какие-то усталости, этот способ, да, таким образом это выразить. Но ещё это уникальный для пятилетнего, условно, и неважно, там, семилетнего человека, достаточно редкий для него момент, когда он принимает решения, когда он контролирует, когда там этот крокодил, пират или кто-то, крепость падёт. Падёт ли она, может быть, его в плен захватят. Но это не важно. Важно, что это такая возможность ему, да, удовлетворить свою потребность в контроле, в принятии решений, в ощущении того, что ты отвечаешь за этот процесс. Ну, в общем, да, на самом деле это решает очень много вопросов, зная которых заранее, нам очень сложно. Ну, если мы знаем про них, мне кажется, что очень нам проще относиться к этой игре, и нам проще это разрешать и видеть в этом смысл, да. Если это безопасно, как я уже говорил, для окружающих, да, и для ребёнка, то, да, это с этим всё окей. А покупать такие игрушки можно? Автоматы, мечи? Ну, это вопрос того, как вы относитесь, да, к этому. Как некоторые семьи, точно это вопрос уже, да, каких-то ценностей. Некоторые семьи против вообще того, чтобы у них было оружие дома. И это выбор семьи, да, это то, как вы к этому относитесь. Это может быть и так, и так. Здесь нет какого-то, да, очень странного, ну, это точно неполезная ситуация, когда вы вообще-то против оружия, но купили ребёнку, ну, потому что вроде возраст такой. Другое дело, что когда, например, он начнёт, да, изображать пистолет из пальца, это важный момент, да, поддержать его в этом, потому что, ну, это его фантазия, да, ценности про оружие. Почему, да, рассказать о том, почему у вас дома нет оружия, почему вы против в целом такой истории, да, про насилие, это какая-то отдельная работа игра. То, что он сейчас изображает эту агрессивную игру, вовсе не означает, что, ну... Растёт преступник. Растёт преступник, конечно, да. А может быть, есть какие-то сценарии важные, жизненные, которые тоже нужно проигрывать через игру? Конечно, мы можем в игру вносить какие-то идеи, да, относить того, как договариваться, да, как делиться, например, или как заботиться, или как строить. И мы можем многое через это таким образом, косвенным образом ребёнка научить. Ну, конечно, да, мы можем вносить, но что, к сожалению, что нам бывает сложно, когда мы увлечены какой-то идеей, да, что, ну, вот игра это удовольствие, и всё это работает только если ребёнку нравится, и нам нравится. Часто вот эта идея, что нам нужно обязательно подружить белок, которые сейчас не обедают вместе и разошлись по углам, вот они обязательно, да, да, это разрушит игру. Потому что для ребёнка в этот момент может быть важно другое, да, может быть, для него сейчас важна тема, ну, обиды, да, и то, что он играет за какую-то из этих белок. Более того, скорее всего, он за всех белок играет вообще-то. И это всё его воображаемое, да, это его внутренний мир, вынесенный вовне с помощью игрушек, да, это все персонажи, какие-то его идеи, опыт и какие-то его части. Вот мне кажется, что здесь какой-то принципиально является какая-то мягкость здесь, да, гибкость наша в том, что, окей, сегодня не подружились белки, ну, ладно. Никаких правил, да, как ты сказал. Здесь будет возможность, да, здесь нет правил. Удовольствие важнее, чем мораль здесь, потому что эта игра, это так работает, да. Мне кажется, вот на этой вот истории про удовольствие важнее, чем мораль, надо поставить прекрасное многоточие. Это точно, с учётом того, что сейчас все так гонятся за развивающими играми и забывают про самые главные составляющие игры – удовольствия. Это Александр Покрышкин, психолог-игровой терапевт, отец троих детей. Саша, спасибо большое. Спасибо. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok